Как у тебя со временем? Сколько мы можем? Сколько скажешь. Прекрасно. Часа три, наверное, тогда. Игорь Поначевный в нашем эфире, еще известный как Алеша Ступин из Реутова. Я прекрасно понимаю, как тебе это надоело, когда представляют таким образом, но все же. Для литовского зрителя ты еще в диковинку, несмотря что у тебя, насколько я понимаю, немало клиентов в Литве, правда? Да, я даже больше. Я в последнее время вообще прошу называть меня Алешей Ступиным и с целью безопасности больше даже. Кратко. Тебе сейчас 55, по-моему, нет? Пять, да. 55. И ты оказался в США сразу после крымского, после аннексии, да? Это был 15-й год, по-моему. Я оказался в 15-м году. То есть в 14-м году я, вообще-то сразу появилось желание уехать куда-нибудь. И я просто выбирал разные варианты. Ну, я не знал, как это сделать. Думал, что, ну, может быть, где-то в Европе я останавливаюсь. Все, я не хотел никуда ехать далеко особо, но просто так получилось, что я приехал в США, и друзья мои, они мне сказали, говорят, что ты куда-то будешь там возвращаться, там, небезопасно. И поэтому по ее среде остаться здесь, в Америке. То есть до этого ты еще не знал, что есть то, что ты называешь Прибалтикой, и мог здесь найти у себя гнездо? Нет, как раз мне очень нравятся страны балтийские. И я обожаю, например, Финляндию вообще. Ты сказал Финляндию, да? Да. Окей. Ну, Финляндия — это Балтийский. В межвоелое время это была четвертая страна или первая? Да, да. Я очень люблю Финляндию. Дело в том, что из Санкт-Петербурга в Финляндию раньше ходил паром. Даже ходило два парома. Один паром ходил в Петер-Хельсинге, второй паром ходил в Петер-Хельсинге в Стокгольм-Таллинг. Я слышал об этих историях, я слышал много о пьяных финнах, которые приезжали, точнее, о трезвых финнах, которые приплывали в Петербург, Ленинград, и потом отплывали в пьяном виде. Ну, да, но это не только Петербург, а в Хельсинге. Можно увидеть паромы, приходящие из других стран, например, из Дании, из Германии. И это ужас вообще, что творится. Вся местность вокруг завалена пьяными людьми, они лежат на скамейках. Это ужасно. Ты только что после выставки, если я правильно понял, правда? Ну, прям после развески выставка будет сегодня, через часов 4-5. В Сан-Хосе? В Сан-Хосе, да. Окей, окей. Так, вернёмся. Ты приехал в США, и ты имел там какой-нибудь план хитрый? Нет, вообще ничего. С бухты-барахты, да? Всё, ну... И ты сразу в West Coast, потому что тебе западный рэп больше по душе, нет? Ну, так получилось просто. Я бы остался в другом месте, если бы в другом месте получилось. Просто это всё случайность по-многому. Игорь, у тебя что-то трещит, как у Арестовича постоянно. Это твой стул, может быть, нет? Всё, я перестал двигаться. Окей, окей. Так, США. Видал ли ты там всю эту ужасную безнравственность жирных, объевшихся американцев, которые никогда не подойдут помочь, если ты упал в канаву без сознания и так далее? Я один раз вернулся в Россию, когда я прожил здесь три месяца. Вернулся в Петербург. Четыре или три месяца. Я вернулся в Петербург и увидел людей, которые... Я сначала был в Москве, потому что прямых рейсов из Нью-Йорка в Петербург не существует, и из Нью-Йорка в Москву обывали. Я приехал в неё, в Москву, и увидел этих людей, которые ходили в одинаковой одежде. У них такие были большие шапки, меховые на головах. Пыжики, верно? Да, и такие надменные лица, они шли в чёрных кожаных куртках в большинстве, либо в каких-то чёрных пальто. Это было так ужасно. Борис и Наташа, да? Ты знаешь, что... Несколько часов... Я сидел несколько часов в Шереметьево и смотрел на эти лица, а некоторые были пьяные. Это было ужасно просто. Я видел, насколько эти лица отличаются от тех лиц, которые меня окружали в Калифорнии. И потом я хотел просто сказать, как пример, я пришёл в гараж, где стояла машина отца. Он гараж находится рядом с домом. И на входе в гараж стоял мужчина пожилой. Ну, у нас это называют дед такой в ушанке. Рядом стояла бабка именно классическая. Дед этот был, я так понимаю, сторожем в этих гаражах. Я просто проходя сказал то, что... Я сделал то, что сделают все в Калифорнии. Я проходя сказал ему «Здравствуйте» и улыбнулся. Дед ничего не ответил, посмотрел на меня безумным взором, а бабка, стоящая рядом, посмотрела на него и сказала «Ты его знаешь?» И всё, я пошёл дальше. И вот этот вот момент, он был таким ключевым. Я понял, что это другой совсем мир. Но всё же этот метаморфоз, он не мог случиться так быстро с тобой? И мы с тобой почти... Вот он так быстро случился. Вот это произошло настолько быстро, то есть настолько разные люди, настолько разные общества, настолько разные культуры, поведения. Ты очень быстро привыкаешь к хорошему. Буквально через три месяца я всем тоже говорил «Здравствуйте» на улицах, улыбался, махал рукой. И люди, проходя, просто неизвестные. Люди говорят «Хай», «Привет», ну и так далее. Этого ничего нет в России. Просто даже близко. Живая в Литве, то есть после распада Союза, и когда мы стали независимыми, я этого... Никто тут этого не почувствовал, потому что мы были на манер варящейся лягушки. То есть мы лет через 20, наверное, стали уже улыбаться. Сколько мы можем себе позволить улыбаться, имея в виду, что мы всё же сдержанные северные люди. А ты сразу попал в кипящую воду, в хорошем смысле, да? Да, причём, что я жил-то не где-то, не в какой-то провинциальной части России. Я жил в Санкт-Петербурге. И более того, я жил на Васильевском острове, где, в общем-то, это считается такой анклав более цивилизованный в сравнении с каким-нибудь Купчино, например, где живёт Перельман, Гриша, математик. То есть это Купчино считается такой бандийский район, а Российский остров считается культурный. Там находится университет Санкт-Петербургский, культурные музеи. В общем, тут перешёл мост, рядом у тебя Эрмитаж, Адмиралтейство, так и, наверное. Эрмитаж — это то место, где я в детстве меня... Нет, это было в Москве, в Москве в Третьяковке, по-моему. Меня привели туда, и там была эта картина, где много черепов. Я упал в обморок. Не, я шучу, конечно же. Я никогда не был в Петербурге. Ну и продолжаем. Да, и поэтому группа моих знакомых — это были люди, в общем-то, образованные. В основном тусовка университетская. То есть люди или университетская, или художественное училище. То есть люди, которые, в общем-то, немножко отличаются от той части остального населения, которые вот внезапно привели у себя сейчас. То есть мы видим людей этих, они такие озлобленные, агрессивные. Я бы сказал, даже немножко поехавшей крышей. В основном это провинциальная Россия, которая, в общем-то, диктует свои условия. А эти люди, которые полностью поддерживают власть, которые выступают за эту власть. Ты себя считаешь этническим русским? Или у тебя есть какие-нибудь примеси? Нет, я вообще никакого отношения, получается, не имею, если подумать. А мой отец, он стопроцентно украинец. Украинец, окей. У него в паспорте написано, да, он украинец. Да, окей. При том, что у него его мама, то есть моя бабушка, она была полька. Оу. Значит, моя мама, у нее фамилия была Ковальская. Да. Она, отец ее Ковальский, Вячеслав Лукич, он вообще-то родился в Польше и оказался в Советском Союзе случайно, когда Россия, когда Советский Союз захватил, оккупировал Польшу. Да. При том, что он был вообще, он собирался уезжать в Англию. То есть они купили билеты, он стоял в какой-то группе оппозиционеров, Пилсудскому, группа, по-моему, называлась, был такой заговор 105 или что-то такое. Кого-то арестовали, а кого-то депортировали, и он должен был уезжать в Лондон, он купил билеты уже. Бабушка была мамой беременная. В этот момент Польшу оккупировали, и он оказался на территории Советского Союза. Окей. Ну, я вижу, что когда мы воссоздадим республику обоих народов, тебе будет принадлежать паспорт, и я походатайствую об этом, если ты ничего против. Нет, конечно. Окей. Окей. Скажи мне... Хорошо, давай вернемся к твоему... Ты приехал, друзья сразу обзавелись, кто-нибудь помог тебе? Ну, вообще, да, конечно. Люди очень много помогают. Очень удивительно. Ну, прежде всего, конечно, те, кто покупает картинки, тоже помогают. Ну, то есть, те люди, которые... Ну, художник, он же живет плодами своего труда. Если работы покупает, то художник может работать, заниматься этим делом. Если работы не покупает, он вынужден чем-то другим заниматься. То есть, как бы, это естественный, так, охот, эволюционный. То есть, я один из твоих работодателей в какой-то мере. Да, естественно, да. Да-да-да-да. И еще... Ага. Да-да. Извини, пожалуйста. Да-да, пожалуйста. Да, и еще я хотел сказать, что очень удивительно. Я как-то недавно посмотрел, а кто больше всего купил картинок. Ну, просто вот мне как-то так интересно оказалось. Оказалось, что это оказались не русские люди, а именно так, не русские. Вот одно слово, не русские люди. Да. Которых в России принято считать там очень жадными, там, корыстными, которые там... Которые деньгами не делятся, которые всю воду выпили из крана. Ну, конечно. Вот, причем два из них оказались геями, а один раввином. О! То есть это самое худшее. Мало что еврей, еще гей, еще и раввин. Да-да-да. Это трипл-уаны. Да, это просто... Окей. Вот. Я тебе расскажу одну историю, и я бы хотел твой комментарий. Мой друг, он родился в Ленинграде, он наполовину литовец, и он сейчас в Литве, он известный политолог и журналист, и он мне рассказал такую историю об интеллигенции. Это были преподавательницы, по-моему, которые еще в начале 90-х поддерживали Прибалтику, так называемую, и были демократами, в принципе. Но прошло время, и они сейчас просто стали тем, чем является большинство российского населения. Это те же самые светлые, интеллигентные женщины. Это частая метаморфоза в России нынешних десятилетий. Я думаю, да. Почему? Потому что, например, самый яркий пример можно видеть на примере Владимира Путина. Если вы помните, был такой ролик где-то, по-моему, 96-го года, где Путин сидит и рассказывает про демократию, про либерализм, что-то такое говорил. И его приводят как пример такого циничного человека, который говорил одно, а думал другое. Но мне кажется, что Путин думал как раз примерно так. Я думаю, что эта атмосфера общая задает некий мейнстрим. Если все вокруг тебя, твой работодатель, твои коллеги, все говорят о демократии, о либерализме, о правах человека, о том, что Россия должна в определенном контексте двигаться, то это один мейнстрим, и ему необходимо следовать. Но если все вокруг начинают иную поездку дня озвучивать, то это становится иным мейнстримом. И такие, как Яровая, Милонов, они же тоже были демократами. Это депутаты Госдумы. Они были либералами, и они становятся такими ярыми консерваторами, традиционалистами, поддерживающими, как они говорят, традиционные ценности, то есть уступающие за ужесточение законов, ну и так далее. То есть это общая постановка, она меняет людей именно потому, что люди должны подстраиваться, чтобы не отличаться от окружающих. Будешь отличаться, будешь преследоваться, у тебя будут проблемы, ты не будешь получать финансирование, ты не будешь работать, ну у тебя ничего не будет, то есть ты выпадаешь из общей обоймы. Поэтому люди просто меняются, да. Да, понятно. Ты со своими, как ты называешь их, картинками, я не могу согласиться, по-моему, это просто произведение искусства. У тебя не было случаев, что тебе грозили прямо или косвенно, по телефону или письмами? Нет, конечно, были, да. И очень много. Конечно, и в России было очень много таких. Ну, когда вот это случилось, это же... Вначале это случилось, вот этот Крым-Наш, который... Ну, то есть до него, конечно, была Грузия. Да, конечно. И были иные, да. Но Крым-Наш, он что сделал? Он просто очень сильно расколол общество. Расколол до такой степени, что, ну, то есть, например, ты приходишь в гости на день рождения и сидит пожилая пара, мужчина и женщина, которые говорят, мы не разговариваем две недели. Окей. То есть, вот он, там, он футбольный тренер, он выступил в поддержку Украины и посчитал, что это было неправильно, что это было преступно захватить чужой территорию. А жена, наоборот, приветствует и говорит, что все правильно, что она поддерживает власть. Вот они не разговаривают, они сидят и говорят, мы не разговариваем две недели. И особо это проявилось между поколением пожилым и, там, дед, бабка, например, и внуки. Это вот такой очень частый, часто постоянный конфликт, который происходил. То есть, дети говорили, ну, такие, там, что вы делаете, а взрослые говорили, это все правильно. Все, что происходит, это все нормально. Твои карикатуры, точнее, карикатуры Алеши Ступина, в них очень много такой чрезмерной в хорошем смысле злобы. Тебе становится хорошо, когда тебе удается нарисовать так, что ты сам смеешься над одной из своих картин? Ну, да, в общем-то, я так и рисую. Наверное, сижусь, сижу, сам смеюсь, сам рисую, сам. Думаю, вот я сейчас, даже и вслух говорю, вот сейчас я его гадом так нарисую, вот таким вот, таким уродом, вот чтобы он там, чтобы он там увидел эту картинку ему плохела. Все же насчет этих самых, насчет прямых или косвенных, как это слово, только что я его говорил, угроз. И ты с этим свыкся? И можешь рассказать о какой-нибудь угрозе, которая тебе показалась довольно реальный, что она реализует. Да, я просто забыл упомянуть. Я припомнил, я припомнил. Когда случился этот Крым-Наш, я пришел на работу, я работал в одном месте и еще работал в другом месте. Это еще в России, да? Да, да, да. Ну, я уже не работал в банке, я уже уволился, в общем-то, прокурорировал на следующий день. Ну, не на следующий, но как обычно, там процедура, ты кудаешь заявление, там, две недели от работы, и так далее. Вот, и я пришел на другую работу, где тоже юристом работал, помогал предпринимателям. Там разгорелся спор именно по поводу Крыма и по поводу того, что я, ну, как бы, что моя позиция другая. И просто человек, начальник охраны, схватил вилку и хотел меня этой вилкой ударить. Если бы реально была такая ситуация, когда человек бросался меня с вилкой, что-то, вот наш диспут о том, Крым наш или Крым не наш, чем закончился. Вот. А по поводу картинок, да, и писали, и приходили письма, и письма приходили на почтовый ящик. Потому что в России в принципе была даже такая, такой закон был принят, когда какие-то блогеры и там какие-то личности, которые имеют количество подписчиков, должны были публиковать паспортные данные и все прочее. Я ничего не публиковал, но эти паспортные данные и, так сказать, твои личные данные, где ты живешь, какой-то твой паспорт и так далее, они в публичном доступе находятся. То есть их можно заплатить какие-то деньги и на дисках их продавали раньше. Потом они стали просто в инете. То есть люди знают, где ты живешь, как бы могут тебе прийти, чем-нибудь насыпать под дверь. У тебя есть какой-нибудь отработанный паттерн в дискуссии с теми, с которыми, на твой взгляд, еще можно дискутировать? То есть какие-то примеры, доводы, какие-нибудь два или три имеешь на руках просто? Мне понравилось такое выражение, кто-то его сказал, я его запомнил, тоже употребляю. Мне кажется, они заколдованные. Но если не переходить на ругань, на грубость, то сохранять такой наукообразный склон, то можно говорить, что они заколдованные. И расколдовать их это очень сложный процесс. То есть практически сделать это двумя-тремя фразами невозможно, но мне кажется, что вот именно картинками их можно, что называется, встряхнуть. То есть некоторые люди смеются, и они думают, да, наверное, это смеется надо мной. Наверное, я какой-то вот такой неправильный. Если люди так меня изображают или нас изображают, то, наверное, есть у них какие-то аргументы. В чем же эти аргументы заключаются? Дай-ка я узнаю. Ну, можно так. Поэтому мои доводы, это мои картинки. Окей. То есть если ты где-нибудь найдешь себя в Брайтон-Биче с ортодоксально настроенными, заколдованными людьми, ты вряд ли будешь с ними говорить на языке ясного ума. Ты их... И рисовать на месте ты их не будешь. То есть ты, наверное, с ними вообще не пытаешься reason. У меня были такие случаи. У меня был арендодатель, которого я снимал комнату в Дейли-Сити. Это небольшой город на юге Сан-Франциско. Ну, они впритык стоят, два города. По сути, Сан-Франциско. Вот и он... Он сам был из Челябинска, приехал оттуда лет 20 назад. И он был такой крыбнашист. Он говорил, что я хотел ехать туда сражаться за Донбасс, но меня мама не пустила. Ну, то есть... Ну, конечно. Вот он такой... Причем он работал в полиции, как он говорит, а в тот момент, когда мы с ним общались, он работал в security. Хотел с пистолетом. И это был нейтрализован и американский гражданин уже, который периодически летал в Россию, говорил, все хорошо. Вот, и при этом мы с ним как раз дискутировали на очень многие темы, и я понимал, что это вообще такое сознание, не... Ну, такое достаточно неразвитое. Он, например, верил, что башни-близнецы в Нью-Йорке взорвали цирушники, что там хранились какие-то архивы. Ну, то есть весь такой набор всех классических предрассудков, всех концепций теории заговоров у него в голове находился, и он даже Трампа недолюблил за то, что он недостаточно жесткий. Вот, и с ним дискуссия обычно заканчивалась тем, что я говорю, знаешь, Алексей, я не могу с тобой дальше дискутировать, потому что мои долги ты не принимаешь, и она дискуссия бесполезна. Я читал такую историю в периодике в интернете, где-то было, писал молодой, насколько я понял, человек, по-моему, это был русскоязычный или вообще русский Киева, проукраинский нормальный человек, и его мать, его мама, у них квартира в Киеве, его мама имеет, точнее, имела много товарок в России своих сокурсниц, старых подруг, с которыми они часто лякали перед этим по телефону, и когда случился Майдан, в очередной раз она имела сеанс какой-то из этих подруг, и эта подруга ей говорит, у вас там в Киеве там страшно, у вас синагогу подожгли, и это мама этого человека говорит, ну не поджигали у нас синагогу, и эта другая говорит, ты не понимаешь, у вас подожгли синагогу, и эта женщина говорит, мы как раз около нее живем, я сейчас в окно ее вижу, она стоит целая, невредимая, и эта бабка на другом конце из России начала кричать, что у вас сожгли синагогу, и это, я всегда думал, что самая страшная форма лжи, это когда берешь чуточку правды и налаживаешь много дерьма, ну это то, что всегда делал Кремль все эти пропагандисты, но сейчас я думаю, что гораздо более страшная форма лжи, это когда лгущий понимает, что лжет, и сам в то же время в это верит, как тебе мои умозаключения? Как раз пример конкретный с этим товарищем, который из Челябинска, американец, он этнический еврей и получил убежище именно как еврей, как преследуемый от антисемитизма, поскольку такая программа в США существовала, то есть люди, которые являлись евреями, они получали политическое убежище, практически автоматически, не нужно было доказывать. И при этом он, например, мне говорил, что я не являюсь беженцем. Ну, как он понимал, он говорит, ты не беженец, тебе ничего не угрожает, а вот я был беженцем, поскольку мне угрожали антисемиты. Но самое смешное, что когда ты получаешь статус политического беженца, ты не можешь ездить в ту страну, где тебя преследовали, потому что получается тогда абсурд, но он ездит постоянно в Челябинск, я спрашиваю, почему ты туда ездишь, как ты можешь это объяснить, если эта страна преследовала тебя, если в этой стране преследовали антисемиты, тогда почему ты, и он не может ответить на этот вопрос, он его как бы разрывает матрицу полностью, перестает понимать вообще, о чем я говорю. То есть для него это уживается абсолютно нормально, да и абсолютно взаимоисключающие вещи. у тебя красные нити, и ты сказал слово, за тобой приехали полиции, я слышу сирену, это у тебя? Нет, у нас тут на самом деле находится рядом госпиталь, то есть больница, и периодически проезжают машины. Так ты ночью можешь там прокраситься и сворвать много морфина. Нет? Да, это не нужно, тут это все... Ты сказал о теории заговора, и сразу я вспомнил, у тебя красной нитью идет в твоих произведениях рептилоид. Тебе-то... Тебе-то... Я хотел именно о теориях заговора поговорить. Изначально интернет казался как нечто... как нечто благое и только добро несущее. Сегодня мы все видим, что эта штуковина несет не только добро. Мы видим, что люди закрываются в своих габах, в своих пузырях, и теории заговора там просто набирают силу. И эти люди, мы к ним иногда заходим, чтобы посмеяться, но они к нам не приходят никогда или приходят только плеваться. И я ношу такую идею, что не является ли это началом конца? Что ты думаешь об этом? Ну, я не думаю, что это начало конца. Я как раз недавно прочитал две книжки про теорию заговора. Научные работы. Одна про российские теории заговора, другая про естественно гулоязычного автора. Ну и они там в принципе конечно всегда очень сильно критикуют, это как положено на научном науке. Но они говорят, что... То есть такое представление, оно немножко упрощенное, представляет, что это люди просто необразованные, которые вот... Они говорят, что это попытка разобраться самим. То есть когда-то эти люди говорят... Например, среди антиваксеров, да, ну мы над ними смеемся, они говорят, что там есть люди просто, которые, ну, условно, которые пытаются сами разобраться в проблемах, которые... Они не могут разобраться в силу отсутствия образования. Ну или недостаточно образованные может быть, образованные люди, но в этом вопросе ничего не понимаю. Поскольку этот вопрос касается, например, их детей. То есть это настолько сильный триггер, что они начинают верить во всякую чушь и муть, потому что за этим стоит очень для них важная как бы тема, тема защиты здоровья ребенка. И поскольку вот, то есть, например, под таким углом рассматривая этих людей, мы понимаем, что все-таки это не просто необразованные, это как-то мотивированные определенным образом люди. И поэтому они говорят, что это сами эти теории, они, конечно, будут очень сильно модифицироваться и в итоге мы же тоже развиваемся. То есть люди наука, которые верят в науку, которые наукообразным языком говорят, они же тоже развиваются. И всегда будут аутсайдеры. И эти аутсайдеры, их, к сожалению, много очень. Мы не сможем всех подтянуть до своего уровня, естественно, они будут где-то там оставаться за бортом науки. ты оптимист, но это хорошо, конечно. Я тут такую теорию вынес, и я вкратце тебе расскажу. Это теория круизного корабля большого, и там наверху живет элита и пьет шампанское, и там посередине много-много этих, как это по-русски, деков, палуб, скажем, 8 или 9 этажей. А внизу там, ну, посередине средний класс, и внизу там уже, соответственно, бомжи и бандиты и крысы. И эти этажи друг друга никогда не видели. Ну, изредка. То есть, как мы идем в магазин, и там валяется пьяный бомж у дверей, и мы проходим мимо него, мы слышим от него какую-нибудь гадость, но он не входит в нашу жизнь. И вот в один прекрасный день в этом большом круизном корабле ввели практически бесплатный YouTube, Facebook и так далее. И вдруг люди увидели, что среди них, пусть даже внизу, живут другие люди в таких ужасных количествах. Это как у Герберта Уэллса, Марлоки и Элой, но Марлоки еще нас не едят, но мы их уже увидели. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, интересная концепция. Я думаю, что вот как раз пример избрания Дональда Трампа это вот свидетельство того, как эти люди с нижних палуб начинают участвовать в политической жизни, поскольку раньше, так понимаю, они не просто не выбирали никого. Ну, либо выбирали, но это был такой акт как бы выбора из двух зол, как им представлялось. То есть, был один человек в бабочке в цилиндре и другой человек в бабочке в цилиндре, которые говорили какие-то вещи, которые они вообще не понимают, что они говорят. Для них это был такой бред, язык абсолютно не их круга. И вдруг появляется другой человек, который говорит, слушайте, вот эти бабочки, эти бабочки, два дурака, я вот, смотри, такой простой парень, такой же, как вы, я говорю вашим языком, могу там женщину за жопу и все это как бы кул, и давайте выбирайте меня. Все говорят, блин, как круто, это вообще не системно. И вот эта вот фраза, у меня потрясло, потрясался один человек, который, мой приятель здесь, местный, который, например, сначала выбрал Дональда Трампа на выборы, а на следующих были праймерисы, можно было, на праймерис, на праймерис какого-то кандидата, и он пошел проголосовал за Берни Сандерсом. И когда его спросили, почему, где вот логика, он говорит, понимаете, и Берни Сандерс, и Трамп, они не системные, а то системные, там вот какая-то элита наверх упала бы, а вот это системные. И вот эта логика, логика этих людей, вот мы выбираем что-то такое отличное от того, что нас окружает, и, возможно, это отличное нас изменит, изменит вашу жизнь. Но ведь, да, я понимаю прекрасно, что ты говоришь, но продолжая эту тему, ведь те, которые живут в нижних палубах и, которых мы раньше не видели, сегодня они имеют практически бесплатный интернет, они имеют смартфон, второй смартфон, ихние ублюдки имеют смартфон и так далее. И они сегодня имеют трибуну, они сегодня имеют много трибун, у нас в Литве полно бабок со цветами на аватарах, которые имеют по несколько аккаунтов, и у них, что они имеют больше всего? Времени свободного. Также они имеют очень, у них в наличии очень много злобы, и вот они пишут и пишут и пишут и транслируют, и никогда в истории человечества такой ситуации не было. И это все равно начало конца, я тебе в этом, тебе станет ясно скоро. Два нюанса. Первый вариант это кооптация. То есть люди с нижней палубы пробиваются иногда на верхнюю палубу. Это палубы не закрытые. Особенно, например, в Америке, где любой человек из низов может стать очень успешным и может скажем открыть компанию по производству каких-нибудь игрушек для телефонов и стать очень супербогатым. То есть, условно говоря, кооптация есть. Может быть, кстати, в меньшей степени она есть в России, там вообще практически нет кооптации. Во-вторых, мы недооцениваем все-таки, что мир, нам кажется, что мир стабилен, то есть он никогда не меняется, и что вот эта ситуация, она может превратиться в угрожающую через какое-то время, но мир в это время предпринимает какие-то противодействия. То есть с верхней палубы люди тоже бегают, тоже думают, слушайте, давайте что-то сделаем с нижней палубой, чтобы они не устроили нам тут организацию. Чтобы не бузили. Да-да-да, давайте мы какие-то сделаем мероприятия проведем, и вот это происходит постоянная такая движуха. Движуха как снизу такая деструктивная, так и сверху какая-то, она может быть тоже деструктивная, может быть как раз-таки упорядовывающая еще, ну и так далее. Вот это все, вот этот общий самонастраивающийся механизм, который приводит к тому, что в итоге мы получаем такой мир, который довольно стабильный в какой-то момент времени. Следующая опять приходит нестабильная ситуация, например, вот как в США с протестами против убийства Чернокожего, Флойда, и вот произошла какая-то процедура такая непонятная движуха, и что сделало общество, государство, люди просто простые, они пытались как-то движуху минимизировать и какие-то действия тоже провести, чтобы все это общество устаканилось. То есть мне кажется, что как-то всегда есть какие-то механизмы противодействующие, то есть это как бронерское движение идет. Мое мнение такое, что никогда мы не получим такую ситуацию, когда все будет ухудшаться, 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 нет, мы будем бороться с этим. Я считаю, что твои слова логичны и достойны достойного восприятия, конечно же, но мне, по-моему, уже поздно. Я тебе расскажу, я не знаю, видел ли ты это, это год, наверное, 98-й или 9-й, то есть контекст, интернет только начал набирать обороты, там еще не было никакого ягу, только алтависта была, я хорошо помню это время, там только, ну, ты сам прекрасно помнишь, и интервью Дэвида Боуи, и его гоуст спрашивает, они говорят об интернете, и Дэвид говорит, такие апокалиптические вещи, он говорит это со своей улыбкой, но он говорит, это интернет, это айсберг, которого мы даже верхушки не совсем понимаем, и этот ведущий говорит, ну, брось, это же только means of communication, и он говорит, нет, 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 это что-то, it's an alien life form с аллюзией на свое бывшее творчество, то есть пауки с Марса и так далее, и он тогда был очень прозорлив, правильное слово, он тогда был Кассандрой, и мы сейчас видим, что творится, по-моему, уже слишком поздно, у тебя есть много консервов в складу. Ну, я была готова раскрытого к Македону, я все-таки думаю, что, я думаю, что есть другие вызовы, которые, например, сейчас меня очень беспокоят всякие картинки ИИ и искусственный интеллект, который пишет рассказы и тексты, это вот, это меня беспокоит в том смысле, что, мне кажется, вот это мы не дооцениваем пока, вот это очень сильно повлияет. Я абсолютно согласен, абсолютно согласен. Я думаю, что за этим интеллектом стоят эти бабушки со цветами на аватарах. Я еще не имею доказательств, но, по-моему, это как-то взаимосвязано, не думаешь? Да, я думаю, что, я думаю, что, знаешь, у меня была такая теория, мне кажется, то есть, есть такие ученые, которые просчитывают, что будут в будущем, которые предполагают, скажем, как будет развиваться мир через промежуток времени. И я постоянно думаю, например, взять идеи, например, искусственного интеллекта, рисующего картины, сесть и подумать, как он будет развиваться через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет, через 20 лет. И в какой-то момент, когда ты начинаешь на эту тему думать, тебе становится лень думать, ты думаешь, блин, я не могу так просчитать, просто потому, что исходных данных настолько много, они сами меняются через какое-то время. и здесь у тебя идут такие развилки сюда, 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 сюда. И мне кажется, что с интернетом точно так же. Мы вот видим сейчас какую-то проблему, да, она нам кажется фундаментальной, но опять-таки пошли развилки и на каких-то этапах мы вдруг увидим, что эта тема полностью поменялась, тема, которая нас как бы ужасала и которая нас пугала, а появилась теперь другая тема. но в принципе, да, мир становится более, менее элитарным, что называется, более демократичным, то есть интернет позволил высказываться людям, которые имеют или не имеют вообще образование. Да, да, это говорит Алеша Ступин, которого забанили в Фейсбуке. Ну да, но мы как бы должны с этим, мы как бы с этим должны считаться вот в этом проблема, то есть мы не должны, что называется, то есть наша резистанция, она должна подразумевать, чтобы их тоже сюда подтянуть, так сказать, на верхнюю палубу, но, условно говоря, ну, как бы сделать так, чтобы они сюда ходили, по крайней мере, между палубами. Ну да, если мы еще имеем свою Сару Коннор, если уж сказал ты резистанс. Я имею, я тут давеча тоже думал об интернете, и мне такая мысль меня сиганула, ведь, если мы повернемся ко второй мировой войне, и к тому, что этому предшествовало, и коммунизм, и железный занавес, коммуникация, это было только кино, телевидение, радио, и печать. И я клоню к тому, что даже в то время, даже во времена во второй мировой войны, я имею в виду Катынь, и тому подобные вещи, и концентрационные лагеря, и тогда было, не было большой проблемы документировать и доказывать. Но сегодня вот в наше цифровой век все оставляет, абсолютно все оставляет свой цифровой след, и маленький пример, даже те чмобики и мобики, которые выдают свои геолокации, потому что они всунули свою рожицу в контакте, и, может быть, поэтому тоталитарные режимы будут иметь больше доказательств, не свою пользу в глазах человечности. Что ты думаешь об этом? Я думаю, что в ответ на это мне кажется, что вот как раз потому, что такое развитие, коммуникация, развитие, то есть фиксирование происходящего, оно настолько расширило свои границы, именно поэтому и будет усиливаться вот это отрицание. То есть как бы вот это отрицание говорит, что там бучи не было, например, что они говорят. И мы говорим, ну как не было, вот смотрите, вот есть это, 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 это. Именно потому, что вот этого огромное количество подтверждающих фактов, именно поэтому их неприятие будет сильнее. То есть как бы это обратная реакция, поскольку очень много свидетельств, поскольку очень много вот этих конспирологических теорий и очень много отрицаний. Потому что других-то аргументов нет никаких. То есть если я правильно понял, та сторона тоже будет использовать этот фактор, который я... Да, естественно, естественно. Мы же как бы, мы находимся, еще раз говорю, в таком мире, который бровновское движение. Мы полагаем, что вот как бы мы имеем какой-то арсенал, они не имеют, они тоже имеют. Они тоже вот так вот начинают двигаться, искать пути, как им свою, вот свою точку зрения, свою теорию, свою идеологию продвигать. Вернемся к США и твоему окружению, насколько она широко. Я начал с того, что они безнравственные, жирные и так далее. Но я сейчас спрошу уже серьезно. Сколько в твоей среде местные американцы, англоговорящие, сколько ты видишь в них процентально, может быть, тех, которые подвержены теориям заговора, тех, которые светлые люди и тех, которые посередине. То есть насколько ужасна ситуация или наоборот? Слушай, мне кажется, такая выборка, она очень нерепрезентативна, потому что, ну, представься, да, я, например, живу в городке маленьком. здесь живут. Ты соприкасаешься. Здесь молодежь, они все продвинутые, ходят в спортивный зал, не знаю, питаются органиком всяким, вегетарианцы и так далее. И их, у них очень мало вот этой вот, то есть практически нет. хотя на улице можно увидеть, даже в моем городе я просто обалдел, даже сфотографировал. Ехала машина, на машине был значок Куанона. И я догнал, посмотрел, там сидел, в общем-то, такой, лет сорока мужчина, по виду не скажешь, что Куанон. Может, он шутил? Не, я не думаю. Ты сказал это? Да-да-да, говори. Вообще, вообще, Калифорния и Бэйре это очень либеральное место. Очень либеральное. То есть здесь я даже видел такую сцену. Мы ехали по мосту Бэйбридж и ехали два трака. И первый останавливался и второй влезал человек и что-то начинал кричать. Я сначала подумал, что это друзья едут, а потом понял, что он ругается. И затем я увидел следующее. Первый трак был с какими-то номерами некалифорнийскими. И на траке было написано что-то оскорбительное про сына Байдена. Когда была предвыборная гонка, то некоторые американцы писали на траках в знак поддержки Трампа что-то оскорбительное про Байдена. А поскольку про Байдена найти нечего было особо оскорбительного, то оскорбляли его сына. Это было написано у него на траке. А следующий трак был из Калифорнии. И из трака вылезал молодой парень. Я типа кричал этому, который впереди иди отсюда в свой библейский пояс. Что ты тут делаешь вообще, идиот? Я догнал и увидел в этом траке сидел такой муж с такими носами и жена классические роднеки. Они думали блин, зачем мы эту наклейку не сняли, а приехали в эту богопротивную Калифорнию. Ты сказал они едят органику. Я сразу знаешь, что вспомнил? Вот интересно, знаешь ли ты эту штуковину, мумиё, помнишь, из советских? Да, да, да. Это же одни теории говорили, что это остатки кала мышей, другие там еще что-то продегают. И я еще вспомнил, тебя поили трехлитровым джаром с марганцовкой, когда ты отравливался, чтобы это все Да, конечно, конечно, конечно. А Мазишневского помнишь? Ну, это уже меньше, но это точно помнил вообще. Потом сеточку наносили из йода. Да, вот этого у нас не было, вот у нас этого не было. Да, когда ты простыл, или что-то сетка наносит. Оккультное что-то, что-то, что несет в себе какую-то... нет, это было что-то такое тоже псевдонаучное, по-моему, или даже научное, я не знаю, но это было смешно, я ходил из кваса из перед... Окей. Я когда переехал жить сюда, где я сейчас живу, это бывшие сады, сейчас тут очень большой, даже богатый район, так, ну, когда я начал тут жить, я тут был из самых первых, и тут такой кот бродил, я уже имел своего кота в доме, но я как-то впустил этого другого кота к себе домой, чтобы ему дать покушать, и он вонял весь Вишневским, мазью Вишневского, я не понимаю, откуда он достал эту мазь, где он ее приобрел, а Бабченко недавно издеваясь над этим явлением мазью Вишневского, он сказал статистику, он рассказал очень интересную историю, какой-то украинский парамедик военный, он то ли попал в плен, то ли он погиб, и его весь этот пакет, рюкзак, скажем так, который уже на натовском стандарте, и там он был напичкан нормальными средствами спасения жизни и так далее, он попал в руки россиянам, и через некоторое время какой-то россиянин, тоже парамедик, попал уже в руки украинской стороне, то есть его или пленили, или его там просто убили, и взяли тот же самый рюкзак, проделал дорогу обратно, и украинцы нашли в том рюкзаке, кроме тех вещей нормальных и цивилизованных, которые там остались, нашли много мази Вишневского, и Бабченко привел статистику по ампутации после ранений конечностей, так в американской армии там, ну там не более 8, по-моему, процентов, в российской сегодняшней армии там зашкаливает, там что-то 80, ну какие-то ужасные цифры, и Бабченко говорит, что это скорее всего от мази Вишневского, которая в своей, в принципе, является просто каким-то дегтем, то есть они до сих пор этим занимаются, понимаешь? А? Да. Извини, что я один говорю. Я не могу еще на это сказать. Я сразу вспомнил Лескова, у него, по-моему, есть такая повесть «Загон», и там он описывает, что вот очень как бы популярно было и в том числе от властей прививать с крестьянам, чтобы они лечились сажей. Сажей, окей. Вот сажей, да. Что сажа это самое главное лекарство одного России. Да. Я тебе признаюсь в одной штуковине, и я просто ждал этого момента. Мы с тобой переписываемся и так далее, но я тебе никогда этого не писал, я просто знал, что настанет момент, когда мы воочию встретимся, а еще когда-нибудь мы с тобой еще и пиво выпьем, или у тебя в Калифорнии, или у меня в Вильнюсе. И вопрос такой, я у тебя купил картину, которая называется Кайл Кеношский. Помнишь? Да. Кайл Риттенхаус, молодой парень, который отстрелялся и был, выиграл по всем статьям, по всем обвинениям, просто это был триумф его. Я, может, я ошибаюсь, но в твоем произведении я узрел какое-то негативное отношение к тому, что молодой парень имеет оружие и может стрелять по закону. Я, как обладатель двух пистолетов, я был всей своей душой за Кайла, и я просто не мог не купить эту картину. Ты мне скажи сейчас, просто честно и в глаза, что ты имел в виду, написав эту картину? Ну, вообще, это был такой триггер для сторонников Трампа и противников Трампа. Да. Потому что люди, которые поддерживают Трампа, они выступили в защиту Кайла, люди, которые были против Трампа, они выступили против Кайла. То есть, это такой, ну, что называется, такой фундаментальный раскол между... Причем, здесь отношение к оружию вообще никак не фигурирует, потому что я знаю людей, которые противники Трампа, но совершенно спокойно владеют оружием и там сходят с ума по новым пистолетам или винтовкам, которые покупают. У меня друг, например, который сейчас мне тоже присылает R-15, он купил, и он там вообще отстрелялся на стрельбище, но он, например, рассказывает, мы с ним ездили на стрельбы, и он говорит, ты знаешь, вот, ну, он так мне тихо так говорит, ты знаешь, что тут иногда вот эти вот люди, которые сюда ездят, они вешают на мишени там портрет Хиллари Клинтона или, например, Байдена и вот и стреляют по ним. То есть, он всю эту тусовку, в общем-то, в политическом плане относит скорее к противникам личной администрации, то есть, к сторонникам Трампа и ко всем вот этим вот. Но сам при этом он тоже стреляет, он тоже владеет с оружием. То есть, здесь нельзя такой раздел, мне кажется, провести. если ты, то есть, например, мои друзья, которые, там, либералы, такие стопроцентные, я спрашиваю про оружие, они говорят, ну нафиг, мать мне пистолетом. Сам я, например, с удовольствием там что-нибудь приобрету. То есть, я не вижу в этом ничего такого плохого. То есть, например, в мечтах я, не знаю, ферму купить где-нибудь в Неваде или там в Своеминге и на заднем дворе сделать большие тирсы мне там поставить в решении стрелять. Я не вижу этого ничего плохого. Но некоторые говорят, нет, я не хочу оружия, я с оружием не имею дело. Но эта картинка, она скорее, очень много ведь картинок, они не отражают какую-то точку зрения. То есть, они скорее слепок момента какого-то. Вот произошла какая-то движуха, что-то, кто-то высказался, какой-то сраще возник. И вот по поводу всего этого, что это окружает, я делаю рисунок. В этом рисунке я, может, даже никакую идею особо не двигаю. Где-то какая-то идея, например, вот у меня было два рисунка называлась Good Russian, хорошие русские. Там, где были изображены такие люди, которые, ну, такие, как их там, тот же бабшенька называют, там, розовый пони. Но я не критиковал этих людей, я критиковал как бы некую общую идею, в том числе, может быть, даже и самого себя. То есть у меня некоторые картинки, они, может быть, такие репрезентативные, я про себя, может быть, над собой смеюсь где-то, потому что себя, может, я тоже не отделяю от какой-то массы. То есть есть масса вот этих хороших русских, условно говоря, но если так вот разобраться, то я же тоже как бы являюсь представителем этой страны. Я не могу сказать, знаете, что вот я от всего этого абстрагировался, вот они там, а я вот здесь один стою как бы на льдине. Я же тоже часть этой как бы даже не культуры, а некой общности. Я же не могу от этого отойти. Это мой, как бы, что называется, крест, ну, условно говоря. И что же мне, я скажу, ладно, я не хороший русский, а какой? Значит, я плохой русский, я мобик? Нет. Нет, нет, нет. Мы в начале нашей беседы выяснили, что ты потомок Великого княжества Литовского или шире говоря Республики обеих народов. Да, я понимаю. Но я еще говорю о том, что есть еще некий бэкграунд общий. Я понимаю, что ты говоришь, да, да. Кроме того, мне всегда скажут, они всегда скажут, слушай, чувак, какой у тебя паспорт? Вот и все. Вот вы все есть твой ответ. То есть ты можешь быть ярым, про там, украински настроенным жителем Калифорнии, но есть рядом человек, который, например, бежал, вот здесь очень много беженцев из Украины, которые приехали, скажем, 14-15 год, да, 16-й, они тоже подали на политическое убежище, они тоже нормальные, вот те с ними общаются, но если посмотреть их кейс, а как они уехали из Украины, какое у них основание беженства, и если посмотреть, то там написано, что, ну, естественно, тебе не скажут, и никакой миграционный фцерк тебе не расскажут, что написано в кейсе, но наверняка там написано, что я вот говорил по-русски, меня там преследовали, этот новый режим украинский, он меня преследовал, я не смог там жить, они меня, это я бежал в Америку, прошел здесь политическое убежище, ну, я не говорю, что они все такие, но ведь там такие же кейсы в основном, я даже с адвокатами разговаривал, он говорит, ну, а что им писать, они же не напишут, что мы поддерживаем киевский режим, но мы уехали оттуда, как бы, как это получилось, но на весах вот этих вот хороший-плохой, они, естественно, выиграют, потому что у них украинские паспорта, они поддерживают Украину, они сейчас, да, выступают против агрессии, они, да, это, но основания для того, чтобы покинуть свою страну, у них совсем другие были, не такие, как у меня, а прямо противоположные, потому что иначе бы они не получили бы убежище, вот такой парадокс, но в этом мире мы никогда не получим, так сказать, по нашим заслугам, кто-то получит больше, кто-то меньше, поэтому я все равно готов вот эту вот общую вину нести с собой, не потому, что я там из каких-то там мазохистских убеждений, а просто потому, что, ну, реальность такова, ну, сори, но... Вина, вина – это категория криминального права, я думаю, что справедливее было бы говорить ответственность, это помягче. Ну, в общем, я понимаю, что это не юридический, а скорее моральный аспект. Ну, и все же, ты видел, возвращаясь к Кайлу Киношскому, видел, как его в Ютубе есть, как его оправдали по всем пунктам? Ну, да, я, естественно, я... Ты этому радовался или нет? Нет, у меня, понимаешь, я пытаюсь... У меня даже книжка такая есть, называется «Дай как Трамп», который написал... Я забыл его имя. Автор, он вроде полагается, ну, как бы, либералом, ультрилибералом полагал, он выступил поддержку Трампа, когда тут избирался, и прогнозировал, что он победит. Вот, и... То есть я пытаюсь и стать на точку зрения и как бы и тех людей, и этих людей. И рассуждать, что называется, беспристрастно, как юрист. Как если бы я был судьей. А, ты же юрист, да. Но за тобой опять приехали с ртушкой? А, уже приехали. Все, уже уехали. Это другие звуки. Здесь научишься через год отличать полицию от... 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 от инопланетян. Скажи мне, пожалуйста, может, я прозевал? Это такая тема хорошая, на мой взгляд, такой красивый, такой гомоэротичный, породистый, генерал-лейтенант, заместитель начальника сухопутных войск. Видел я его видео? И он еще пока у тебя нигде не нарисован? Знаешь, о чем я говорю? Да, видел, да. Но я тебе хочу сказать, что... Да, видел. Но здесь тоже, знаешь, у меня же как бы публика, аудитория моя, мои зрители, они... будут работать как цензура. То есть, вот, например, интернета, который цензурирует художник. Ну, вот то, что мы говорили про палубы, вот интернет, который цензурирует. То есть, есть какие-то темы, которые я не могу трогать или могу трогать, но в итоге не получу нужную реакцию. Либо получу реакцию, которая... То есть, тема как раз, наверное, тема гейская, тема, она, если она воспринимается, как бы, подарилась в таком негативном контексте... Я не об этом. Извини меня, я не об этом. Тут не то, что этот генерал-лейтенант гей, это даже хорошо, что он гей, а он сделал этот каминг-аут против своей воли. Little did he know. Я о том, что это называется, по-моему, ханжинство, hypocrisy. То есть, это общество, оно абсолютно гомофобное. И тут такой чин высокий, и он оказывается гей. Вот эта тема. Но я тебе не заказываю, чтобы ты это написал. Это просто мне странно, что это еще не написано тобой. Да, видишь, блин, еще раз, возвращаясь к телецезуре, аудитория требует упрощения очень сильного. То есть, хорошая работа, серьезная, ну, условно говоря, она не находит отклик, и она, как правило, проходит незамеченно. Наоборот, то, что ты упрощаешь очень сильно, то, что ты при, так сказать, делаешь такое вот, ну, как бы, конъюнктура, она приветствуется. Поэтому, когда, ты вот это сказал, я сразу себе в голове как бы нарисовал какие-то такие паттерны, как я могу это изобразить и в каком виде и как это подать. И чтобы это максимально доступно для аудитории подать, я должен эту тему гомофобную использовать. Ну, это, это как, это просто инструментарий, сразу вот, как в голове рисуется картинка, определенная композиция. и поэтому ты от этого просто не уйдешь никуда. Окей. Ну, ты же был уже там, у тебя есть картина, где Путин с Шойгу за сиськи берут друг к другу. Да, нет, это полно, но, понимаешь, здесь это два таких абсолютно зла. Я не делаю тебе давления, ради бога, ты пиши, что ты хочешь, ради бога. Это абсолютно, Путин абсолютное зло, там можно чего гордо делать. А, ну да, да, да. Ты представитель статического искусства, то есть искусства, где нету таймлайна. Ты никогда не пробовал кинуться в анимацию, то, что было бы родственно тебе и что было бы, и что имело бы таймлайн и сценарий. Я даже делал какие-то ролики на ютубе, общались такие на коленке, что-то такое в стиле Южного парка. У меня такие были персонажи, там, Ваня, Леша и Мага. Причем Леша, это был Леша Ступин. Это есть в ютубе? Да, да, есть. Есть такие ролики, несколько роликов есть. Леша, Мага и Ваня. Ваня, это такой классический русский ватник. Леша, это он в таком шлеме танкистском в очках, он типа как интеллигенция. Амага, это представитель Южных Кавказских республик. У него такая шапочка надпись «Россия», и у него нет одного зуба, потому что он борец, боксер, не знаю. То есть, такие классические типажи. Его тоже по 8 лет, и они между собой диалоги ведут. Окей, я не видел. Это не вошло в мое домашнее задание. Но я выставлю те самые ссылки в описании этого видео. Русская Православная Церковь, я много думаю об этой вещи, и я глубоко убежден, что это просто копыта Бельзебуба на земле. Это какая-то сатанистская варайти ортодоксовый, православный в широком смысле церкви. Ты не находишь? С этим очень много сталкивался, потому что круг моих друзей в... Я извиняюсь, я прерву, у тебя даже сейчас на майке все это, то, что я сказал, то, что я сказал, это у тебя сейчас на груди, да. Продолжай. Вот она, кстати. Ага, окей, да, да, да. Это твоя студия, да, где ты пишешь? Вот мой, да, вот тут мне картину там. Я просто отсюда все убрал, потому что на выставку уехал, а сейчас развесил, просто такие мрачные. Окей, ну, прокомментируй тогда. Круп моих друзей, в общем-то, близких 10 лет назад это были религиоведы из университета Санкт-Петербурга, фасовский факультет религиоведения. Люди, которые занимались религией, и туда были полностью погружены. как религиоведение, оно изучает религию, это не верующие люди, ну, то есть, не атеисты, может быть, агностики, может, атеисты, но люди, которые изучают религию, которые сталкиваются с проявлениями всего религиозного в нашей культуре и обществе. И, естественно, у меня был просто очень большой доступ к базе данных, ну, к материалам, к всему, к этому. И я все это очень видел, очень много, и слышал, и читал, и общался с этим. Поэтому еще из того времени сложилось впечатление, что церковь, безусловно, это просто инструмент власти, что одна из ветвей власти, это один из инструментов управления обществом в кругах и в умах людей, которые находятся наверху, это такой механизм подавления каких-то анархических движений, анархических действий со стороны народа, вот это вот дается такая дубинка или конфетка, и вот они с помощью церкви, которая полностью устроена в современную российскую власть, она осуществляет инструменты, как тюрьма, или как армия, или как школа, вот это один из инструментов управления. Поэтому они не терпят никаких конкурентов, поэтому была ликвидирована церковь Светлые Еговы, в России они признаны преступниками, они посажены в тюрьму, и вся поляна зачищена, и на поляне, где находятся религиозные организации, есть только одна, РПЦ, она такую функцию выполняет абсолютно. Это не в России это не церковь, это просто инструмент власти. Ну да, особенно имея в виду тот факт, что РПЦ в нынешней итерации, она по заказу, по приказу КГБ, если я правильно понял. Когда мы с тобой договаривались об этом интервью и решили, что это будет 11 марта, ты сразу написал, что это наш день восстановления независимости. Откуда ты знал? И ты еще не поздравил меня. Да, я тебя поздравляю, и слушатели, и зрители, поздравляю с праздником. Как ты знал это? Ну, я просто посмотрел. Куда ты посмотрел? Ну, в принципе, слушай, вот когда ты в самом начале нашей беседы сказал, что вот мы жили в то время, в Советском Союзе, я помню, когда мы жили, когда я жил в Советском Союзе, мы смотрели на страны ваши, на ваши территории, как на загранице, вот реально. Поездка в Таллинн, это была поездка за границей. То есть страны Балтии для нас были, это был совсем другой мир. Отношение было совсем другое. Когда бы ехали, я не знаю, ну вот тут реально как, я не знаю, как если бы я поехал в ГДР, я в ГДР в 86-м году был. То есть в Советском Союзе еще, когда была Берлинская стена, когда нас подвозили к зданию Рейхстага, он был на той территории. Но не к нему, а нам показывали, вон, видите, вон там вдали вот этот вот дом, это есть Рейхстаг, мы ближе не можем подъехать и так далее. В 86-й год. обстановка, люди на улицах и атмосфера общая, она была примерно такая же, какой я видел в Таллине, когда ребенком там был. Для меня это был вот никакий другой мир совершенно. Поэтому и страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония, они были вот другими государствами, мы к ним относились как к чему-то такому, к другому миру. И это как-то осталось в подкорке. Не знаю, поэтому я посмотрел просто, ну, вернее, я смотрел, интересовался, и вот я тебя, помню, спрашивал про Невзорова, вот эти вот события, меня тоже что-то интересовали, я тоже читал, что там происходило. Я помню это время, когда Балтийский круг был, когда люди, взявшие за... Балтийский путь, Балтийский путь, я помню, я помню, я ездил же в то время, я помню первую таможню в... Я улетал в Санкт-Петербурге, был тогда два аэропорта, один Пулково, второй маленький Ржевко, он уже перестал работать, но тогда маленький самолет вылетал в Лепую, был Санкт-Петербург, Лепая, мы вылетели на самолете, у меня там была девушка, вот я к ней летел, и я... Мы прилетели, и вдруг мы видели, что таможенный пост стоит. Это было впервые, ну, это было, по-моему, 91-й или 91-й год, да. И мы проходили таможенный контроль, то есть это было... Вот это все на глазах происходило у меня, независимость, которую получили эти страны, и, в общем-то, ничего, кроме благожелательного отношения, с моей стороны, я вот по своим ощущениям ничего не испытывал. То есть у меня не было каких-то там вот этих вот имперских каких-то чувств, что вот, а почему они там... То есть для меня это было как бы, ну, классно, cool. Я... настроение было такое вот... Да, это очень приятно слышать, конечно. Ты сказал имперских, это такой у нас чувствительный вопрос, я объясню, что я имею в виду. Даже те, которых сегодня модно называют хорошими русскими, мы их хорошо видим, насквозь практически видим, и очень часто хороший русский, мы чувствуем, что он все равно о нас думает как о осколках империи, что мы ниже, чем он, что он в глаза тебе этого не скажет, он скажет, хорошо, что вы отделились, все так далее, и так далее, но вы все же, вы все же не такая культура, как мы. Мы это хорошо чувствуем. Я ни в коем случае не таких, как ты, это честно говорю, я знаю, что ты за человек. Но это приключение с дождем в Латвии, когда они пришли, эти работники дождя пришли в какой-то государственный орган, который управляет телетрансляциями в Латвии, они даже не привели переводчика с собой, они даже не подумали, что, может быть, их не поймут на русском языке, понимаешь, о чем я говорю? Да, но с этим очень много сталкивался. Знаешь, самое удивительное, что я с этим очень мало сталкивался в Санкт-Петербурге, просто потому, что круг друзей был совсем другой. Но с этим почему-то я очень много сталкиваюсь среди людей, которые меня там русскоязычные окружают в Америке, потому что, наверное, здесь все-таки собрались люди со всей периферентности. и это настолько меня поразило, это был очень сильный культурный шок в Америке после приезда. Я просто с этим жил первые годы, и это меня потрясало, именно вот такое имперское, именно здесь в Америке, именно среди русскоязычных здесь. И я с этим очень много сталкиваюсь именно здесь. Я вижу людей, говорящих по-русски, которые так воспринимают опять-таки как некую огромную империю, в которой это право силы, право старшего брата определять, как кому жить. Это ужасно, и я не могу понять, как живя в США, они не могут перестроить свое мышление, потому что, например, сколько я помню, я вот когда ты говорил это, я вспомнил, например, о национальном самосознании, например, я в такой агрессивной форме столкнулся в Тбилиси. Я как бы попал в армию советскую с солдатом, и меня отправили в Тбилиси набирать молодое пополнение, 90 человек я должен был привезти в Ленинград в 88-м году. И я там столкнулся, ну просто я ушел на улицу, я был в форме, ну я мог только в форме ходить, нельзя было гражданское одежда носить, только у меня солдат был. И на меня набросились грузины, которые хотели там драться, и молодые парни не кричали, типа, что ты сюда приехал забирать наших парней в Афганистан, в армию, типа, убирайтесь отсюда. И подошла какая-то женщина грузинская, пожилая, она сказала, вы с ума сошли? Это просто солдат, что он может сделать? И я пытался, я долго думал о этой теме, я думал, что я испытываю к ним, к этим людям, которые меня обращались. И я подумал, в принципе, в их словах есть, наверное, резон, что что я там делаю, действительно, если они считают, что ты как бы страна, то как-то вы как империя, высасываем из них соки в виде людей и более того, еще и в Афганистан их отправляем, потому что тогда была очень такая большая движуха, люди пытались найти какие-то средства, возможности, чтобы их дети не попали в Афганистан. Да-да-да. И я тогда, когда началась вот этот выход республик из состава СССР, когда началось вот это вот, я никаких как бы внутренне я как бы понимал, о чем речь-то идет. И все что внутри меня было, было на стороне тех людей, которые становились независимыми, и считали, ну да нормально, нет ничего плохого, то есть нормальное явление. То есть вот это чувство, с которым многие сейчас россияне идут воевать, они идут воевать именно с этим осознанием своей правоты, что Украина это их территория, понимаете, мы не можем, многие спрашивают, как они, почему они пришли в другую землю, а для них это не другая земля, они так воспринимают. И это ужасно, вот здесь корень-то зол, с этим надо бороться, надо вот это выкорчевывать как-то, стебаться над этим, я не знаю, в картинках. Я ловлю себя на мысли, что я вроде бы тебе делаю прессинг, чтобы ты откупил в некотором смысле вину тех плохих русских, я ни в коей мере не... Я могу это объяснить, да, вот как-то как внутренне человек империи, как он внутренне воспринимает ситуацию, и нынешнюю ситуацию с Украиной, и ситуацию с получением независимости Литвой. как он это воспринимает, как это восприятие у него было в тот момент, и как оно постепенно, вот этот прессинг, который власти, информация, пропаганда, как они вдалбливали эту идею, что все они ушли незаконно, что все они ушли не по правилам, что все это какие-то игрища западных стран, какого-то там НАТО и Америки, которая развалила, то есть как это, как это рождался, этот миф, миф о том, что все это надо собрать обратно, понимаешь, вот их как бы диалоги, вот где как бы корень, где яйцо, которое надо разбить, иголка, которую сломать надо. ты мне напомнил, я вот только что сегодня читал, у нас есть такая светлая писательница Кристина Соболевская, интеллигентнейшая женщина, хотя я с ней не знаком лично, и она вот только что был какое-то мероприятие, по-моему, это было в Брюсселе, в парламенте европейском, и она высказала такую мысль, что Россия она она всегда была замкнута, и только с приходом Петра Первого начались какие-то движения, но между 17 и 18 и 19 век наполеоновские войны, это было тогда, когда русские уже смогли попасть за поребрик, другой поребрик, и они с удивлением увидели, что в той же Франции они никому не нужны, и на них смотрятся высока, и тогда эта Кристина говорит, что тогда они начали себе создавать этот миф, что ну и не надо, и тогда мы Россию будем восхвалять, что она лучше всех этих, и ты согласен с этим? Я как раз недавно читал тоже несколько исследований интересных, и сейчас я отвечу, да, я согласен, но я даже вижу предтечу еще раньше, я недавно читал тоже разные исследования, и там прослеживалось восстановление этой имперской идеи со времен Ивана Третьего, Иван Третий, он же взял в жены Софию Палеолог, и таким образом он стал эту идею Третьего Рима продвигать, и причем самое интересное, что это даже было связано с Литвой, вот как-то удивительно, значит, он стал продвигать такую идею, что поскольку мы палеологи теперь, мы теперь в Москве палеологи, мы являемся носителями романской, то есть вот этой римской традиции, мы ее наследуем из Константинополя, из Византии, и становимся таким же центром влияния, как и Рим. Третий Рим, да. Третий Рим, да. Но, да, и существовала переписка, как оказалось, между Иваном Третьим и Папским престолом по поводу движения Литвы, по поводу литовских войн, Москвы с Литвой, в которой в этой переписке Иван Третий ссылался на то, что мы, где по статусу, совсем другие, мы выше литовских королей, поскольку мы являемся непосредственными наследниками Рима и Византии. И поэтому вы, как папская власть, вы являетесь главой католического мира, вы должны дать указания им наши земли не трогать и наши какие-то территориальные расширения не препятствуют этим. И, насколько я знаю, эта переписка была, и даже были какие-то письма из Папского престола в Литву с указаниями на то, что есть такие требования со стороны Москвы. И что, кстати, отражено после историков, русскоязычных историков, они пишут, что в эти времена Ивана III была налажена переписка с Папским престолом, и Папский престол признал за ними какие-то требования. И с этой вот поры пошло, что вот существует некая миссия. Некая миссия собирания каких-то земель каким-то этим вот Москвой для того, чтобы вот укропниться, расшириться и какую-то свою власть в зеркальной стране, которая в последующем и была всей поддержана в том, что интеллигенция, интеллигенция, да, она вот смотрит, откуда ветер дует, туда и так сказать походим везет. Поговорим давай с тобой о кино, о руссо-советском кино. Я глубоко убежден, что кино как жанр, как искусство влияет на социум, на модели поведения, интонации, паттерны речи. Ну, я помню, ты тоже прекрасно помнишь и Боярский, и там, и в лучшем случае обыкновенное чудо, и тот самый Мюнхгаузен, это в лучшем случае. Но, знаешь, я тогда еще, смотря на всю эту фальшь в игре, все эти экзалтации и ненатуральность, которая, на мой взгляд, так присуща руссо-советской школе игры, это просто меня тошнило уже тогда. Как ты остался жив от этого? Или ты не разделяешь мой взгляд на это? Ну что же, господа? Ну, наверное, у меня просто профдеформация произошла после того, как я начал заниматься сценаристикой, писал сценарии, и я... Это еще при совке или сейчас? Нет, это сейчас. Тогда я, знаешь, я тогда тоже, наверное, через какой-то сито профеивал, но есть такой рассказ у Шукшина срезал, ну, не срезал, а как же он называется, срезал, где герой, дед запускает сапогом в телевизор, потому что там не совсем достоверно что-то там происходит, он говорит, ну, что, так не может быть в жизни, он берет сапог и запускает, ну, а это, в 70-е годы, это телевизор был роскошью, он телевизор разбил, деда связали, и вот я как-то вот, мне кажется, я пытался 9-8, то есть я понимал, что это игра, потому что, ну, во-первых, тогда я получал образование художественное, это было после 8-го класса, то есть меня после 8-го класса выдернули и засунули в одно из самых лучших училищ художественных, где мне дали... Лучших или худших? Лучших, лучших, потому что, ну, слушай, ну, это совсем другая обстановка, атмосфера, там учились люди, которые там в 30 лет, например, поступили, с пятого раза, то есть это была тусовка, там Цой учился, начинал учиться, а потом выгнали за неуспеваемость, там учились люди, которые получали очень такие серьезные знания, профессиональные и знания, которые формировали их вкус. То есть ты должен был быть, ну, что называется, мы ходили в кино на фильмы, которых тогда невозможно было нигде увидеть, был кинотеатр «Спартак» в центре города, где показывали там «Семь самураев», «Курасава», «Росюмон», где шли всякие там Антониони, Феллини, и все вот это вот, ты как бы начинал уже, ты понимал, что вот этот Боярский, который это говорит, да, ну, это такой вот игрушка для обывателя, ну, так, он так должен говорить, вот все, и ты это все воспринимал с иронией, ну, да, вот такой взгляд иронично, цинично даже можно на реальность, он появился в это время, это после восьмого класса, то есть по сути период взросления пришелся, и отсюда пришла такая ирония, которая, наверное, позволяет писать рисунки, то есть, ну, как бы, как будто я понимаю, да, о чем речь, я понимаю и про этих, и этих, но все равно я отстебусь, я отстебусь вот так вот. Ты недавно на Медне в Фейсбуке нелестно отозвался о русской живописи времен, наверное, Вазовского или чуть позже, и ты как доказательство предоставил цифры аукциона, есть ли в русской живописи что-нибудь хорошее, но я не имею в виду ни Шагала, ни Малевича, потому что я не думаю, что это русская живопись, может, я ошибаюсь? Слушай, так рассуждать, можно так сказать, что вообще, как бы, расскажи, все только что в Москве делалось, а, скажем, Санкт-Петербург это Ингерманландия, и мы хотим тоже объединиться, знаешь, да, что это территория... Ингерманландия, я знаю, что это такое. Да-да-да, ну, Санкт-Петербург это Ингерманландия, действительно, мы в лесу, в Москве, мы тут отдельно, все, что надо, все есть. И я бы с удовольствием, я бы очень рад, если бы, действительно, Россия плавно вот так вот развалилась на кучу маленьких государств, таких вот Ингерманландия, там, было бы очень прикольно, мне бы очень нравилось. И они бы жили, как швейцарские кантоны, просто договоры заключали, торговали бы репой, свистульками, киселем, свистульками. Круто, по-моему. Круто очень. Слушай, а Ивазовский не был таким уж плохим, но он был банальным, но все-таки он отбил руку. Ну, это все старье. Я понимаю. Для художника, который занимается, ну, который, понимаешь, тогда все это, то есть, есть какие-то векторы, направления, там, с эпохи итальянцев, да, потом пришли, не знаю, голландская, фламандская живопись, Рембрандт, потом пришли, потом испанцы, испанцы, вот эти тени, Караваджо, Веласкес, это все, все идет вот некая движуха, да, потом пришли, потом барокко, потом ракоко, вот эти вот, и потом все это сменилось, постепенно, там, Энгер, всякие, Делакруа, и вдруг мы вдруг видим расцвет импрессионизма, это середина, конец 19 века, вот это импрессионизм, это буйство красок, это какие-то новые вообще, там, отсутствие теней, это просто новый, новый срез, абсолютно культурный, а ты возьмешь Россию, господи, а там передвижники, а там до сих пор рисуют, там, в России, в Академию художеств российской до 1917 года дипломными работами можно было только две темы брать, это библейская и античная, все, больше ничего, то есть, и вся вот эта вот культура, весь этот пласт, он в этом вот варе, в этом болоте, и варился, это все было передвижники бесконечные, это несчастные, несчастные бурлаки на Волге, как, как социальная некая драма, то есть, вот, а в это время, господи, да, Франции уже закончились, и импрессионисты, там уже пост-импрессионисты, уже дадаисты, уже кубизм, уже, что там только не было, а здесь это бесконечная социальная Днепруха. Эта картина не ждали, где человек входит в квартиру, там сидит вся семья, и они все застыли, и смотрят на него, потому что он пришел, не ждали, по-моему, да, кто это написал? О, да, да, это Репин тоже. Репин, Репин, да, окей. И вот это все, вот это все из года в год. Там появлялись какие-то сумасшедшие художники, типа, нет, я имею в виду Врубель, ну, в той, в той, в том мире, так сказать, в том мире, да, появлялся, ну, Петра Водкина-то позже уже, Петра Водкина, хотя Петрова-то 20-й, хотя Петрова-то 20-й, хотя Петрова-то 20-й, и гадкие статьи про него, он писал, что это дегенеративное искусство, и на... Правильно, правильно. И на защиту Петра Водкина выступил Павел Бакст, писал в защиту, его писал, что нет, это хорошая живопись, просто надо понимать, что живопись разная бывает. Он пытался такую миротворительную политику, он как бы оппонировал Репину, Репин говорил, да нет, он не умеет рисовать, что это за бред вообще, гоните его за шею, это не искусство. А поэтому Репин воспринимается как некий такой ретроград и традиционалист в этом контексте, что он не принимал, а хотя это был уже 910-й год, 915-й год, казалось бы, чувак, съезди во Францию, посмотри, что там пишут. Ну, Франция считалась, Париж считался местом, где что-то и куются художники. Уже, извините, Ван Гог умер давным-давно, о чем ты вообще речь-то ведешь? Ретроград ты старый, я брали вина. Поэтому в этом контексте все это воспринимается как, я не знаю, ну, английская живопись 19-го века с жакейми и конями примерно то же самое. Английская живопись никогда не была очень сильной, кроме Францис Бейкона, пожалуй, да? Ну, нет, ну, я сейчас подумаю, но Тернер, 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 вот не знаю. это та эпоха, это вот, тогда и не было вообще на России даже, в принципе. Окей. Уже продан Шагал над городом твоя последняя? По-моему, нет, а у меня вот, кстати, здесь я положил, посмотреть. Я, я, я ее покупаю, хорошо? Сейчас я посмотрю, да. Кстати, очень хорошая картинка, я периодически удивляюсь. Смотри, вот ничего не продано, вот это не продано. Ага. Хорошая. Да-да-да. Хорошая вермия. Вот это не продано, хороший. Это еще не продано? Окей. Нет! Ну, это у меня как эскиз, вот я, это, окей, да-да. Даже дуть не продан, который смашивает шаги. All right. Ну, сейчас после этой передачи уже продашь, за дорого. Сейчас я посмотрю, сейчас скажу. Кстати, очень много покупателей, литовцев, которые живут, кстати, вот это не продано. Ау. Вот это не продано. Ау. И муха отгоняй от нее, пожалуйста. Да, мух тут нет, но... Сколько у меня твоих, наверное, уже 15-16 будет, я уже... И ты мне еще подарил некоторые вещи, очень спасибо тебе большое. Так в Россию никогда так и не прилетел, F-111 на манер Розенкуиста, поп-арт, он еще не пришел в Россию, хотя он уже давно... Слушай, он пришел, но он пришел как-то... Понимаешь, это культура крупных городов, Москвы, Санкт-Петербурга. Там все-таки все другое общество, очень сильно отличающееся. Вот я думаю, что тут эти все беженцы, которые убежали, да, после начала войны, даже не мобилизации, потому что от мобилизации убежали уже, в общем-то, такие, я бы так сказал, прожженные циники, которые, в общем-то, поддерживают Путина, но просто не хотят воевать. Да. Боятся, что их убьют. Ну, понимающие, что их убьют, и... То есть те, которые идут, они не понимают, что их убьют. То есть, в общем-то, а Москва и Санкт-Петербург, это люди, все мои друзья практически разбежались по всему миру, потому что они... Вот там вот это могло быть, могло зародиться. А если мы возьмем провинциальную Россию, ее очень много недооценивают, люди не понимают, что такая вообще Россия существует. Вот эта Россия воюет в основном. В этой среде, в этой общности, там просто не может быть такого искусства. Ну, там люди живут еще до сих пор понятиями, вот эти так называемые воровскими. Для них это... Воровскими? Что это такое? Что это такое? Воровскими. Воровскими. Окей, да-да-да. Воровскими понятиями. Вот эти вот АУЕ, которые появились, это арестантский устав Един, по-моему, переводится. Я не знаю, как переводится. АУЕ – это молодежное движение этих вот гопников, так называемых, которые... Они живут в условиях, когда не работают никакие социальные институты, не работают никакие социальные уставы, поэтому они придумывают свой устав воровской. То есть это как бы попытка организовать свою жизнь, потому что никакой организации нет вообще, кроме репрессивной вот этой вот машины государства, которая уж ладно, она в Москве не так репрессивна, но в провинции людей вообще там перемен... Ну, например, Кущевская была такая станица, где буквально там было изнасиловано что-то порядка 120 женщин, девушек, убито сколько-то людей, где действовала эта банка, это не банда была, это просто была администрация городская. Ну, Рома, да. И, по сути, весь юг России, весь Краснодарский, Ставропольский край, это такие Кущевские, где нет закона, где существует глава администрации, это бандит, где вся родня его бандиты, где менты все бандиты, и вся... Ну, собственно, и люди в этих условиях должны как-то выживать, они должны создавать какой-то свой, ну, как бы, социум определенный. Этот социум создается по лекалам тюрьмы, поэтому там и вот эти люди, которые там живут, когда я помню, кто-то даже рассказывал, кто-то из Сибири, люди, приехавшие, это были 90-е годы, они говорили, что здесь в некоторых поселках и городах, а города – это барачного типа города, это есть завод, и вокруг него построили бараки, вот это и есть город. Мы думаем, что города в России – это Москва-Санкт-Петербург, и города – это в основном такие, это строительно-фабрично-барачного типа города. И там, например, парень должен отслужить в армии, а потом отсидеть в тюрьме, и тогда он может жениться. Вот такие вот порядки в этих… То есть он должен отсидеть в тюрьме, как во втором курсе школы мужества, что-то в этом роде? Да, да, это некий стандарт, стандарт поведения. Ну, не может, типа, девушка не может выйти замуж, если он не отсидел. Это сегодня в России, в Краснодарском, в Краснодарском, там, в краю, что-то… В тех местах, что ты говоришь, да? Я говорю про Сибирь, да, но я думаю, что там тоже похожи, потому что общение… Вот если ты приедешь там какие-то… Ну, вряд ли ты приедешь сюда. Если ты будешь общаться с людьми, которые составляют, что называется, как говорят, соль земли, простые люди, которые, не знаю, не имеющие образование или имеющие образование 10 классов, или техникум, или училище профессиональное, или не имеющие его, они вот так обсуждают в таких категориях, что вот есть понятие, вот нужно… Божий должен поступать так, что вот есть ФСБ, это очень такая самая крутая структура в России, что вот эта власть, все правильно там, мы не разбираемся, мы ничего не понимаем. То есть у них есть некий кодекс восприятия этого мира, этот кодекс иерархичен и очень жестко структурирован. И в этой среде не может быть никакой поп-культуры, просто по определению, она там… Она будет уничтожена самими носителями этой среды, то есть самими людьми, даже не властью. Это звучит очень грустно. И поэтому вопрос, какие твои прогнозы насчет ситуации в Украине? Я понимаю, что вопрос не из самых легких, но все же. Я чувствую по твоим интонациям, что ты, в общем-то, оптимист. То есть по жизни, а по этому вопросу? Да, но смотри, я исхожу из… Я как бы не могу таких прогнозов строить, но я исхожу из ситуации, что, во-первых, мир объединился. Это очень позитивно. Потому что мы видим, что люди во всем мире, они и правительства, представленные этими людьми, они высказали свою точку зрения по тому, что происходит. Ведь мы же не знали, что могло произойти. И могло же произойти так, что какие-то правительства сказали бы, да слушайте, это внутренние разборки двух государств, пусть они сами разбираются. Нет. Мир четко определился. Он сказал, что война несправедливая, что крупное государство, не имеющее никаких оснований, напало на другое государство, небольшое, которое решило жить отдельной жизнью, вообще не иметь ничего общего с этим непредсказуемым соседом. И мы выступили в поддержку этой страны, Украины. Мы будем помогать России, мы будем мешать вести войну всеми силами. Ну, насколько позволяет нам эти возможности, в зависимости от того, ну, от наших размеров, от наших ресурсов, от наших, ну, позиция четкая. В этой войне мы заняли определенную сторону. Мы будем помогать. Соответственно, вывод, какой следует из этого, если весь мир объединился, то проиграть Украина априори уже не может. Ну, я не вижу никаких военных оснований, чтобы она проиграла. То есть, по паритету силы я не вижу, а политических тем более. Политически Украина имеет поддержку всего мира, цивилизованного и даже не цивилизованного. То есть, если брать ту же Индию, Китай и Турцию, которая якобы помогает России и обходить санкции, то и они ни с какой поддержкой России не выступают. Они стараются дистанцироваться, они какую-то выгоду свою преследуют, но поддержки тоже нет в России. Поэтому сам ход действий, сам вот весь исторический процесс приведет к тому, что Украина должна победить. А в каком виде эта победа будет, это вопрос, я не знаю, к специалистам и к экспертам, геополитикам, которые занимаются этими. Но я тоже не могу сказать, потому что, например, Украина говорит, ну вот мы выкинем врага за свою территорию и все, и на этом война закончится. Возможно, она продолжится в какой-то затухшей форме. Вот. Я не уверен, что Запад будет мириться с таким положением дел. То есть, я уверен, что Запад не будет мириться с таким положением дел, когда Россия скажет, слушайте, у нас нет ресурсов, у них нет ресурсов. Давайте вот на этой вот линии, на которой мы сейчас находимся, вот давайте закрепим какой-то... Минск-3. Минск-3. Да, я думаю, что мир с этим не согласится и что, естественно, с этим не согласится Украина. Они будут продолжать освобождать. А если они будут продолжать освобождать свою территорию, то оружие будет поступать все больше, и оно будет все качественнее, и количественнее, и качественнее, то, естественно, объективно Россия проиграет. Окей. Я не вижу вариантов, при которых они бы выиграли. Просто их не существует. Окей. Окей. Ну, ты уже начал крякать, я тоже крякнул перед этим, и мы уже будем закругляться, и один из последних вопросов. Я скажу название цвета твоей шапки, а ты скажешь правильно, или я сказал, или нет. Хорошо. Это краплак? Нет. Нет? О, дэм. Что это такое? Слушай, краплак, это вообще... Краплак, это, например, красный, а во-вторых, он такой... Вот этот цвет, он имеет в себе белило, он такой разбеленый. Белило-цинковое. Белило-цинковое, да? Цинковое, циновое и свинцовое. Свинцовое. Но свинцовое сейчас не делают, потому что они очень вредные. Вообще, очень много красок вредные, которые написали раньше мастера. Например, киноварь красная. Кадми красный тоже был, я помню. Не, киноварь. Вот киноварь ее делали из свинца. Очень часто использовался для изготовления краски. Его клали в какую-то кислоту, и она выделяла какой-то налет, его налет соскребали, и вот это вот... Это все очень вредно, и очень многие краски сейчас имеют синтетическое другое происхождение, они по-другому себя ведут. Я помню, ты писал о цвете, который создается из испражнений кров где-то в Индии. Это ты писал, да? Я просто вычитал, есть такая вышла книжка недавно, какая-то исследовательница, она очень популярная, по-моему, французская, где она... Она рассчитана не для художников, но она связана с художниками и с красками. Она... Это такая книжка, это цикл небольших рассказиков про разные краски, и там приводился этот пример. Вот я не знаю, мне все стали спорить, что это воронье, типа, но я не знаю, я по этой книжке не нашел опровержения этой теории. Окей. Там было написано, что это индийская желтая. Индийская желтая. Индийская желтая, она... Я ее иногда, я ее часто использую, она хорошо в лессировках себя ведет, то есть ее разбавляешь, она так лессирует. Вот краплак, это одна из самых крутых лессировочных красок. Я всегда думал, что это ужасно-виолетовая, которая у тебя сейчас на голове, я всегда думал, что это... Такого цвета вообще не существует в природе, это вообще какой-то бредовый цвет. Я бы надеялся, чтобы скрыть отсутствие растительности, как у тебя на голове, просто чтобы они не были одинаковыми. Окей. и скрыть наушники. А, да-да-да. Возвращаясь к марганцовке, маджента, это же прекрасный цвет. Если бы я писал, я писал бы, было бы все маджента и циани. Хороший вкус у меня. Да. Ну, слушай, ты знаешь, краски вообще делали из земли практически сначала. Все итальянцы писали, ну, это земляные краски. Охра, Умбра, Сиена, это все земли. То есть они брали это порошок всегда, даже сейчас-то порошок. Потом этот порошок разоразводят. Когда писали темперой, то этот порошок разводили с желтком от яйца. Брали просто с желток из рук в руки, и он оставлял, белок оставался на пальцах. Был такой желток, его брали, так он вытягивался, раздавливали, и он вытекал. И туда добавляли вино чуть-чуть. Вино. Вино. Красное или белое? Белое. Белое. Ну, как уксус нужен был. Да, понятно. Для структуры. И туда добавляли порошок краски, вот эту Умбру или Сиену или Охру. Порошок. Это все размешивали. И через какое-то время он настаивался, и надо было писать. Но писать можно было один день, потому что дальше яйцо протухало. Это темпера называется. А масло это тот же самый порошок Умбру, Сиена, Охра, только разбавленный маслом, льняным маслом. То есть ты лил масло льняное, в основном льняное, там любое другое можно тоже, не любое, вернее, а специальные масла. И ты лил в этот порошок и его с тупкой растирал. Вот так получалась масляная краска. Потом ты ее собирал мастихином и загонял в тюб. Тюб. Тюб с краской, если ты его перевернешь, ты увидишь, что сзади он разворачивается. Ты думаешь, что я ретард, да? Я видал тюбы, да. Так вот ты не можешь марганцовку вот так маслом изогнать в тюб, понимаешь? Это не пойдет годиться. Окей. Ну, я думаю, все, можно. Ты сказал темпера, и я сразу подумал, ты знаешь нашего черленица? Черлениц был всегда, конечно, в череде таких хороших мастеров, да. Ну, да, да. А фильм «Последний Вермеер» ты посмотрел по моему указанию или еще нет? Нет, во-первых, я его посмотрел. Посмотрел, да? Во-вторых, 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 я его посмотрел, во-вторых, я же эту историю давным-давно и читал, и слышал, и видел, и следил, и вообще очень, так сказать, ее, что называется, еще до фильма, и я, когда фильм смотрел, я просто сравнивал с теми знаниями, которые у меня были, то, как интерпретировал Голливуд, чтобы сделать такой фильм, который был бы понятен окружающим и людям далеким от искусства. Да. Мне было с этой точки зрения интересно. Опять-таки, деформация, двойная, и как человека, который сценарий делал, и как человека, который живописью занимается. Не двойная деформация, я его, наверное, специфически воспринял. Эта сцена, суда, она самая лучшая, на мой взгляд, в фильме, где они стирают этот сержант, масло стирает. Ну, не масло, там, наверное, масло, покров, этот самый высший слой. Игорь, большое тебе огромное спасибо, что ты согласился на это интервью. Боже. И я вначале не представился, я Альгис Романаускас, это для тех, которые меня не знают и смотрят за поребриком. И мы говорим всем до свидания, но, Игорь, ты после этого не ложи трубку, мы с тобой еще технические аспекты насчет видео обговорим. Счастливо всем и до свидания. Спасибо. Тоже спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok